Вместо шапок и курток конопля. Гомельчанин приспособил под выращивание дурман травы шкаф для одежды. Задержали без особого труда. Вречеса хулиган, разбивший витрину магазина, оставил на месте преступления свою банковскую карточку. Поссорился с мамой и спрыгнул с балкона. В Мозорском районе школьник, которому запретили выходить на улицу, сделал это через окно пятого этажа. Мог заметить и затормозить. Закончено расследование наезда на девочку, которая погибла под колесами грузовика. Проблема без вести пропавших. Сколько людей ежегодно объявляются в розыск на Гомельчане и каков портрет потенциального потеряшки, узнавал Алексей Немкевич. А также, чем опасны заработки за границей, если рубль кажется длинным, а условия выдвигаются туманными. Комментарии эксперта. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние семь дней. В центре внимания наших корреспондентов оказалось немало чрезвычайных ситуаций. Оперативники отдела по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Советского районного отдела внутренних дел Гомеля ликвидировали мини-плантацию по выращиванию конопли. В собственной квартире ее организовал нигде не работающий гомельчанин. Незаконное занятие так увлекло мужчину, что он даже освоил альтернативный метод возделывания культуры без использования почвы. Чтобы спрятать мини-парник от посторонних глаз, он соорудил его внутри обычного шкафа. В ходе осмотра помещения, помимо специальной теплицы, оперативники также обнаружили несколько пакетов с высушенной травой. Возбуждено уголовное дело. Неосмотрительного хулигана из Речисы выдала банковская карточка. Он случайно уронил улику на месте преступления, благодаря чему была установлена личность молодого человека, разгромившего магазин. Эта злополучная история с 25-летним местным жителем произошла после ссоры с любимой девушкой. Заглушить негативные эмоции он попытался с помощью спиртного, но это не помогло. Тогда разгневанный молодой человек решил снять стрессы другим способом. Кулаком разбил стекло торговой точки, находившейся под охраной сигнализации, и покинул место преступления. Вскоре сюда прибыли сотрудники милиции, которые обнаружили утерянную банковскую карточку с реквизитами владельца. Трагедией закончились и два пожара в регионе. Так, в Мозорском районе возгорание дома и сарая произошло в деревне Акулинка. К моменту приезда спасателей строения уже догорали. На месте пепелища был найден труп хозяина. В этот же день горелый дом в Жлобинском районе, в деревне Прибудок. Обычная чугунная батарея в одной из квартир Мозоря стала причиной приезда спасателей. Как оказалось, во время игры ребенок засунул руку между секциями радиатора отопления. Выбраться самостоятельно мальчику не удалось. Работники МЧС при помощи специального инструмента руку ребенка освободили. Ребенок не пострадал, в госпитализации не нуждался. Посорился с мамой и спрыгнул с балкона. В Мозорском районе школьник, которому запретили выходить на улицу, сделал это через окно пятого этажа. Конфликт между 15-летним подростком и его матерью разгорелся в поселке Криничный. По словам правоохранителей, мальчик тайком вытащил из кошелька своего старшего брата карманные деньги, что и стало поводом для выяснения семейных отношений. После чего между ними произошел конфликт, как словесный. В результате чего мать сказала, что подросток на улицу не пойдет. Но выход из квартиры подросток все же нашел. Он спрыгнул с балкона пятого этажа. Упав в сугроб, ребенок получил травмы и был госпитализирован. Как сообщается, мальчик состоял на психиатрическом учете. Милиция проводит проверку. В агрогородке Поколюбич и Гомельского района накануне не стал одного из жителей этого населенного пункта. На пожаре в своем доме погиб 66-летний мужчина. Пенсионер проживал один. Пламя разбушевалось в его доме, когда мужчина, по всей видимости, спал. Тело погибшего обнаружили пожарные в ходе ликвидации возгорания. В ГАИ серьезно возьмутся за бесправников. Работники ДПС примут дополнительные меры по выявлению нарушителей. Только с начала года на территории Гомельской области к административной ответственности инспекторы привлекли 1055 водителей. 60 автомобилистов попались на заезду без прав повторно. Материалы по этим водителям направлены в суд. Два дела уже рассмотрены. Один из нарушителей заплатит более 1200 рублей штрафа. Это максимальная сумма. Второй отправится под стражу на 8 суток. Следственным управлением по Гомельской области совершено расследование дорожно-транспортного происшествия, в котором погиб ребенок. Напомним, ДТП случилось 19 октября. 21-летний водитель грузовика МАС двигался по улице Телегина в направлении Советская. На пересечении улиц Телегина-Песина при повороте совершил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок от полученных травм умер на месте. Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. С начала этого года на железной дороге произошло два чрезвычайных происшествия, в которых пострадали люди. Последний случай имел место буквально в минувшие выходные в Светлогорске. О том, что железная дорога – это не пешеходная зона и не место для игр, не понаслышке, знают наши корреспонденты. В субботу, 17 февраля, на одном из железнодорожных переездов райцентра тепловоз сбил 86-летнего мужчину. Цветофор был исправен. Мигал красный свет и работал звуковой сигнал. С обеих сторон переезда в ожидании находились автомобили. Но трагедия все равно произошла. Установлено, что погибшим являлся местный житель 1931 года рождения, который проживал недалеко от переезда. Мужчина в тот день возвращался из магазина к себе домой. В момент происшествия на переезде работала звуковая и световая сигнализация. Когда машинист заметил на переезде пешехода, он подавал ему звуковые сигналы. Однако у пенсионера были значительные проблемы со слухом, и, возможно, это способствовало совершению трагедии. Машинист тепловоза применил экстренное торможение, однако предотвратить наезд на пешехода не удалось. Мужчина скончался на месте происшествия. Магазин находится за переездом всего в километре от дома пенсионера. На протяжении многих лет, несколько раз в неделю, мужчина ходил за покупками и прекрасно знал, что по этой ветке довольно часто ходят железнодорожные составы. Но в тот роковой день мужчина не проявил должной внимательности. К тому же в силу почтенного возраста у пенсионера имелись еще и проблемы со слухом. Пожилой человек долгое время пользовался слуховым аппаратом, но на момент трагедии с собой его у мужчины не было. В течение подобных обстоятельств, когда люди пересекают пути в своих мыслях, слушают музыку в наушниках, либо имеют какие-то проблемы со здоровьем, часто и приводят к трагическим последствиям. Сотрудниками Гомельского отдела внутренних дел на транспорте, совместно с представителями Гомельского отделения Белорусской железной дороги, добровольными дружинниками, еженедельно проводится на территории обслуживания железнодорожного вокзала, а также прилегающей территории, различный ряд комплексно-профилактических мероприятий, направленных на укрепление непроизводственного травматизма на объектах железнодорожного транспорта. Но, к сожалению, за 2017 год допущены 16 фактов непроизводственного травматизма, 8, к сожалению, из них с летальным исходом. В связи с этим хотим обратиться к гражданам, будьте бдительны и внимательны на объекты железнодорожного транспорта, а также прилегающие территории. И хотим напомнить, что за нахождение на железнодорожных путях либо проход в неустановленном месте через железнодорожные пути влечет наложение штрафа от 0,2 до 2 базовой величины, что предусмотрено статьей 18.3 частью 5 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях. За подобные правонарушения в 2017 году к административной ответственности было привлечено 803 гражданина. В этом году 36 человек понесли наказание за то, что не соблюдали правила нахождения на путях. Несмотря на то, что ЧП на железной дороге происходит в десятки, а то и в сотни раз реже, чем на автотрассах, меры воздействия на правонарушителей не менее жесткие. Судебно-медицинские экспертизы, связанные с железнодорожным травматизмом, встречаются достаточно редко. В нашей практике это буквально 1-2 случая в квартал. Если пострадавший остается в живых, то, как правило, проходит длительный курс лечения и все равно остается инвалидом. По-видимому, такой незавидный остаток жизни уготовил себе 23-летний нигде не работающий житель Рогачевского района, который 13 февраля шел вдоль железнодорожного полотна. Инцидент произошел на 24-м километре перегона Жлобин-Северный Лукскоя. Машинист поезда Киев-Санкт-Петербург увидел фигуру человека и подал сигнал, чтобы тот успел отойти на безопасное расстояние. Однако пешеход не отреагировал и был сбит локомотивом. У парня диагностированы открытая черепно-мозговая травма, переломы бедра и плеча. Его состояние реаниматологи называют тяжелым. Ранее парень состоял на учете у нарколога. Был ли он пьян на момент ЧП, ответит экспертиза. Казалось бы, как можно не заметить поезд? Все, кто слышит о наездах на железной дороге, всегда задаются этим вопросом. Но парадокс заключается в том, что ответить на него не могут даже сами пострадавшие. В сентябре прошлого года всю страну облетела шокирующая новость о ДТП на железнодорожном переезде в Ивановском районе Брестской области, в результате которого водитель автомобиля и три пассажира, дети 2000, 2014 и 2015 годов рождения, скончались на месте происшествия. Еще двое несовершеннолетних 2001 и 2013 годов рождения получили телесные повреждения, с которыми были доставлены в больницы Бреста, где впоследствии также скончались. Следователи пришли к выводу, что причиной ДТП и наступивших в результате него последствий явились действия водителя микроавтобуса, нарушившего требования сразу нескольких пунктов правил дорожного движения. С учетом того, что водитель Мерседеса погиб, предварительное расследование в отношении него было прекращено. В это сложно поверить, но ежегодно в Гомельской области в милицию поступает полторы тысячи заявлений о пропавших без вести. В мире счет идет на миллионы. За сухими цифрами официальные статистики конкретные жизни. В одночасье рушится жизнь не только потерявшегося, но и его близких и родных. Специальный корреспондент программы «Де-факто» Алексей Немкевич выяснял, почему пропадают люди. Эта история облетела всю страну. В сентябре в Беловежской пуще пропал 11-летний Максим Мархалюк. Ребенок пошел в лес за грибами и не вернулся. Искать мальчика отправились около двух тысяч человек. К сожалению, пока безрезультатно. Ну, идем туда. Вот примерно так вот мы и идем. Проблема поиска грибников и тех, кто ушел за ягодами, остается актуальной уже не первый год. В нашем регионе есть даже собственные Бермудские треугольники. Именно там больше всего случаев пропаж. Это Полесский регион, в основном Ельский район, Мозырский район, Наравлянский, Петриковский, Хонецкий район. Однако среди тех, кого разыскивает милиция, любители тихой охоты не на первом месте. 75% из списка пропавших без вести – это те, кто уехал на заработки за рубеж. Стандартный портрет потеряшки – мужчина в возрасте от 30 до 50 лет. Кроме гастарбайтеров, в списке пропавших – дети 15% и женщины 30%. Среди них, например, гомельчанка Яна Старовойтова. Девушка уехала работать в Сочи и с октября не выходит на связь. Эти объявления нередко можно увидеть на вокзалах, остановках, почтовых отделениях. Как утверждают оперативники, к такому способу прибегают, когда других вариантов уже нет. Здесь может помочь лишь случайный очевидец. На помощь потерявшим родных и близких приходит не только милиция, но и волонтеры. За плечами у отряда «Симуран» пять лет поисковых работ. Только за прошлый год отряд нашел более 50 человек. Кроме поиска на местности, они ведут работу и через интернет. Мы составляем ориентировку, выкладываем ее в соцсети и распространяем по группам. Ну и в зависимости, где человек пропал, куда он может направляться. Это либо гомельские группы, либо гомельская область. Мы также работаем с «Симуран» по области. Либо направляем в другие города, в другие государства. Во время розыска нередки и курьезные случаи. Например, пропавшего молодого человека из Мозыря, который отправился на велосипеде искать работу, нашли возле Охотского моря. Мужчину обнаружили российские сотрудники ДПС, когда тот попросил погреться. Человек с целью трудоустройства на велосипеде из города Мозыря в течение месяца практически добрался до города Магадан. Всего же за 2017 год в регионе в милицию поступило 1389 заявлений о пропавших. По горячим следам в течение 10 суток удалось найти 1161 человека. Это более 80%. С начала года в списках без вести пропавших уже 27 человек. Алексей Немкевич, Михаил Рабков. Специальное для де-факто. О том, чем опасны бывают заработки за границей, как продержаться в лесу, если поход за грибами стал квестом, а также какова доля криминальных историй в общем количестве случаев с без вести пропавшими людьми. Поговорим прямо сейчас в этой студии с начальником отдела уголовного розыска управления внутренних дел Гомельского обл. сполкома Сергеем Бульбешовым. Сергей Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте для начала разберемся на долю тех, кто уезжает в Россию на заработки. Приходится самый большой процент без вести пропавших. Почему так происходит и в какие ситуации попадают люди? Да, это так, вы правы. Я предлагаю остановиться на статистике за последние 5 лет, чтобы более подробно и объективно оценить данную ситуацию. Рассматриваем нашу область, Гомельскую. Значит, за последних 5 лет примерно полторы тысячи заявлений поступают в органы внутренних дел об исчезновении граждан. В ходе работы, когда мы находим наших жителей, мы получаем информацию о том, что они выезжают за пределы страны. В процентном соотношении это где-то 70-75% от общего числа. То есть главные потеряшки это те, кто за длинным рублем едут на рубеж. Да. Но здесь тоже следует как бы их разграничить на два вида. Это те, которые реально едут за работой. Это первая часть. Вторые это те, которые реально уезжают за пределы страны умышленно, скажем так. Для чего? Чтобы поменять свою жизнь, изменить условия. То есть люди осознанно едут, чтобы как бы все концы обрубить и расстаться с прошлой жизнью. Да. Есть такие у нас случаи, когда мы находим, получается, что не устраивает жизнь, не устраивает семья, не устраивает условия. И они, соответственно, скрывают свое местонахождение для своих родственников. Не сообщают об этом, где они находятся, чем они занимаются. Проще на территории Беларуси найти таких людей. Ну, возьмем, например, ближнюю страну, Россию. Она размеров больше. Соответственно, больше возможностей где-то, скажем так, скрыться. Поэтому, действительно, так большая часть пропавших без вести находится за пределами страны. Если касаться тех, кто все-таки едет на заработки в Российскую Федерацию, то почему иногда они теряются для своих близких и пропадает с ними связь? По каким причинам это происходит? Ну, в данном случае я бы, может быть, остановился на основных моментах, в чем нужно предупредить таких граждан и что бы я посоветовал. Как они могут обезопасить эту поездку? Да. Значит, первоначально, на первоначальном этапе, когда человек принял решение выехать на заработки, естественно, он должен получить наиболее объективную, основную информацию о нанимателе, организации, фирма или частное лицо, куда он едет работать. Соответственно, эту информацию он должен передать своим родственникам. Бывают случаи, зачастую, большинство наших заявлений, граждане, когда обращаются, они не знают, куда уехали родственники. Соответственно, когда находится уже человек на работе, он должен оценить ситуацию. Очень много у нас выезжает в Москву. Москва, город контрастов, понятно, большой. Много, значит, возможностей и искушения определенные, скажем так, есть. Человек должен оценить свои доходы, расходы. Если расходы превышают доходы, за которыми он ехал, это не его вариант. Нужно искать другую работу. Либо хотя бы их больше 50% уже, наверное, нет никакого смысла. И, соответственно, человек должен оставлять для себя пути отхода. У него должен быть неприкосновенный запас денежных средств. О чем, наверное, большинство даже не заботится. Да. Едва собирав на дорогу в Россию. Деньги на билет, деньги на телефон, в плане оплатить услуги телефона, чтобы сообщить родственникам. Вот эти минимальные, скажем так, моменты должен соблюдать каждый гражданин. Ну и элементарное внимание и забота о близких, которые находятся на территории Беларуси. Себя поставить на место отца, матери. Если не получаешь информацию более недели, более двух, соответственно, человек элементарно будет обращаться в правоохранительные органы. По каким критериям можно оценить платежеспособность нанимателя? Скорее всего, это реально будет оценка производиться по месту работы. Когда человек реально получит заработную плату. И если ему говорят о том, что это аванс или ожидаем месяц, два, три, понятно, что здесь какая-то схема не в полной мере законна. Поэтому человек должен понимать, что здесь вопрос серьезный. Насколько я знаю, даже по сайту той компании, в которой собирается работать гастарбайтер, уже можно понять, насколько эта компания платежеспособна, если посмотреть на окно контактов. Как правило, туда не дозвониться, либо их нет, и связь только односторонняя. Вы правильно заметили, большинство граждан широко используют в социальной сети различные предложения. И элементарно обратиться к сети интернет с вопросом об конкретной организации, я думаю, человек найдет массу отзывов положительных и отрицательных. И, соответственно, он примет для себя правильное решение. Если среди тех, кто выезжает за границу в Российскую Федерацию и в другие страны 75% потерявшихся, то 25% это кто? Это грибники, люди, которые теряются в лесу или где-то еще? В большей степени это лица, которые, скажем так, занимаются тихой охотой. Это грибники. Сбор ягод, грибов, в зимний период шишек. Были у нас такие случаи. Кажется, смешно, да, шишки? Да, да. В осенний и зимний период спокойно граждане уходят в лес и, соответственно, пропадают на определенное время. Здесь тоже есть нюансы. Если рассматривать конкретно, кто это, в основном это лица пенсионного возраста. Понятно, что у них много свободного времени по лесу, где-то населенные пункты, которые расположены возле лесов. И, соответственно, народ спокойно идет в лес собирать грибы. Азарт, хороший улов, скажем так, заводит их вглубь леса. Соответственно, возникают трудности в ориентации. Человек, в первую очередь, должен думать о своей безопасности. Если он находится в лесу, если он его не знает, соответственно, его действия и движения должны быть приближенными к населенному пункту, к дороге, проселочной или лесной. Соответственно, средства связи. Если человек берет с собой, он должен брать с собой средства связи. Перед тем, как идти в лес, он должен убедиться, что батарея заряжена на 100%. Тоже на практике, когда мы проводили поисковые мероприятия, человек выходит на связь, говорит, я жив, я нахожусь в лесу. Ну, понятно, где. И не может описать, где он находится. Да, но в любом случае мы понимаем, что человек жив, что все с ним нормально. Мы даем ему определенные советы, как себя вести. И, соответственно, мы его находим. Это очень важный момент. Дети ведь тоже часто теряются. И этот пример в Брестской области до сих пор в розыске находится ребенок. Как Гомельская область выглядит в рамках этого вопроса? Да, несовершеннолетние у нас тоже уходят. Процент, он небольшой, 10-15 примерно за год. Это конфликты в семье, и дети просто уходят и... Это проблема в большей степени касается неблагополучных семей. Это тоже из материалов работы, общения с родственниками, родителями, детьми. Какие ошибки допускают родители? В большей степени это подростки от 12 до 17 лет. Вопрос важный, и в большей степени это выходят дети из семей, где нет элементарной заботы и внимания. Есть и другая сторона, наоборот. Хотят попробовать взрослую жизнь. Самостоятельность необходимо. Устали от контроля. Вот, например, последний случай, вот буквально в этом месяце, в Рогачеве, два несовершеннолетних мальчика 12 лет ушли из дома. Вечером легли спать, ну, покинули адрес проживания. Они были обнаружены на следующие сутки, значит, на остановке общественного транспорта, где-то примерно 15-20 километров от города. И они двигались по Могилевскому направлению, неважно куда. В беседе пояснили, к нам плохо относятся. Мы предоставлены сами себе, и, соответственно, мы хотим внимания. Уважаемые родители, следите за своими детьми и не забывайте вникать в их проблемы и какие-то сложности. Сергей Михайлович, ну, а каков процент криминальных историй в рамках вопроса обезвести пропавших? Процент небольшой, значит, если взять за последние годы. Такие факты у нас были установлены, раскрыты преступления. Значит, в 2015 году было около пяти таких фактов. В 2016-м один, в 2017-м таких фактов не было. Поэтому это не серьезные масштабы, единичные случаи, но мы понимаем, это очень важно. Потому что это жизнь человека конкретного. Вообще, по безвести пропавшим, конкретно при поступлении заявления, мы сразу его рассматриваем как криминальная направленность. И сразу же принимаются все необходимые меры по установлению местонахождения конкретного лица. Сергей Михайлович, большое вам спасибо за конструктивный и важный разговор. Ну, а телезрителям напомню, что в студии программы «Де-факто» мы обсуждали все, что касается темы без вести пропавших людей. Вместе с начальником отдела уголовного розыска управления внутренних дел Гомельского облсполкома Сергеем Бульбешовым. И в завершении программы вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов. Авторы выпуска подготовили шокирующие и наиболее зрелищные кадры, оказавшиеся на этой неделе в центре внимания не только интернет-аудитории, но и мировых СМИ. Рубрика «Я очевидец» далее в программе. На юге Индии рухнуло строящееся офисное здание. Происшествия сняли камеры видеонаблюдения. По словам местных жителей, дом сначала накренился, а потом перевалился на бок, словно огромный железобетонный ящик. Внутри в тот момент находилась группа рабочих. Сообщается, что погибли как минимум три человека. Еще семеро оказались в больнице. Потенциальное ДТП на трассе М-13 «Брянск-Гомель» попало на видеорегистратор автомобилиста. Выехавший навстречку для обгона водитель легкового автомобиля не рассчитал своих сил и чуть не создал лобовую аварию. Спасло только мастерство водителя. В авто находились двое детей и двое взрослых. В Пензе инвалид на коляске попадает в квартиру через балкон. Как сообщается, соорудили приспособление родственники. Говорят, не было другого выбора. Пятиэтажка старая, лифт в ней не предусмотрен. Мужчина пользуется этим ноу-хау уже несколько лет. Трос он регулярно проверяет на прочность. Девушка с тигром прогулялась по улицам Владивостока. На кадрах видно, что героиня ролика ведет хищника на поводке и активно позирует на камеру. При этом зверь без намордника. Но, к счастью, для всех ведет себя спокойно. И, тем не менее, героиня видео опасается натягивать поводок, а скорее сама идет за тигром. Была ли это прогулка с домашним питомцем или, например, фотосессия – неизвестно. В Санкт-Петербурге оператор уборочной техники потушил загоревшийся автомобиль снегом. Действо удалось запечатлеть на видео. Оказалось, такой способ тушения пожара отличается не только своей оригинальностью, но и результативностью. По словам очевидцев, трактористу удалось сбить пламя снегом и потушить пожар. Когда на место ЧП приехали экстренные службы, мужчина снова пришел на помощь. Зацепив ковшом легковушку, он вытащил из сугроба застрявший автомобиль. А в Великобритании рабочие сыграли в крестики-нолики на экскаваторах, чем вызвали овации очевидцев. Сообщается, что во время перерыва операторы дорожной техники просто решили поразвлечься. Расчертили поле с помощью гидравлических молотов. Ну а затем начали рисовать в квадратах символы. В общем, все по стандартным правилам с поправкой на масштаб. Пассажирский автобус с людьми перевернулся на дороге к Казахстане. Как видно на этих кадрах, водитель не справился с управлением на повороте в условиях гололеда. Машина выскочила в кювет и завалилась на бок. В салоне были пассажиры. К счастью, серьезных травм никто из них не получил. Хотя троим потребовалась медицинская помощь. В Египте полицейские поймали упавшего с балкона ребенка. Стражи правопорядка услышали плач и увидели свисающего с перил малыша. Двое мужчин в форме попытались натянуть ковер, но у мальчика уже не было сил держаться. Полицейский сориентировался и поймал ребенка, тем самым сохранив ему жизнь. Чудесное спасение запечатлела камера наружного видеонаблюдения. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова